Вообще, пока туристы всего мира не будут местными жителями восприниматься ни как глупые денежные мешки, пройдет еще немало времени, и не один раз вы наступите на тщательно разбросанные грабли. Но, слушая наши дельные советы, лишних трат можно избежать. Так, например, карту памяти в фотоаппарат проще и дешевле купить в Кургаде, водичкой затариться по-плотному и перед отправлением в вояж и лучше литров 15 на человека. Те, кто пьет и не только воду, купите заранее местного и побольше, потому как атмосфера способствует тому. А цены в ресторане естественно ресторанные и не позволяют вам себя довести до ожидаемой вами кондиции. Что касается кухни, как и круизного лайнера, лучше не мелочиться, а выбрать 5 звезд, а лучше заранее все оговорить, тем более что возможность сейчас такая есть. Наш же лайнер радовал шикарной обстановкой, великолепной кухней, обалденным до шокирования чувством юмора ресепшн и удивленными все три дня путешествия персоналом ресторана. Потому что три асуанские поджары и 50-градусным солнцем лошади и один тяжеловоз к воде не притрагивались, а на веселе после сансета были. Хотите знать рецепт? Ждите повтора передачи или приезжайте в Центр микрофинансирования и туризма? Прошу прощения, что мы прерываем нашу замечательную трапезу. Но некоторые туристические агентства предпочитают отправлять своих агентов, опять же, в рекламники. Стоимость рекламника колеблется, ну, скажем так, это не тур. Мы решились на тур де авантюр. То есть мы не только поехали отдохнуть, посмотреть полноценно отель, тот, который нас заинтересовал, но еще и поехали вдоль по Нилу. Это что, тенденция или это правила агентства вашего? Вы знаете, это, скорее всего, правила нашего агентства, потому что рекламники, да, это неотъемлемая часть нашей работы, потому что мы должны обязательно знать все отели, кухню, питание, что, как, зачем, почему, пляжи. Но не зная полностью страны, не проехав вдоль или поперек, мы не можем полностью вам рассказать всего. Есть некоторые нюансы, которые, ну, как сказать, но не могут предоставить нам полностью. В основном у нас пакеты идут стандартные. Это пляж, питание и какие-то стандартные экскурсии. Но человек, когда посещает первый раз страну, он должен знать, куда он летит, что там его ждет. Допустим, проехав непосредственно по круизу, по Нилу, вспомните детство? Нас всех учили, нас всех пытали нашими картами. Так, ну, в детстве забыла, как они называются. Мы рисовали Нил и знали фараонов почти каждого в лицо. Ну, или не в лицо, а так, по названиям. Рисовать рисовали, знать не знали, что именно. А вот непосредственно сейчас, приехав по Нилу, это незабываемо, это нужно сделать. Человек должен родить ребенка, посадить дерево, построить дом, либо тещу, и съездить по местам былой славы. Причем не только нашей цивилизации, Россию, история которой всего тысячу с небольшим лет. Ну, бытует мнение, что цивилизация началась с Египта, значит, это наша цивилизация, значит, нужно прокатиться и там. Это действительно незабываемо, вам понравится. Одна из самых занятных тем, это речные путешествия. Тут вариантов, конечно, много. По Золотому кольцу России, по Инзеру, что самое близкое. Но вот так, чтобы по реке и по пустыне одновременно, это только здесь, в Египте. И по Нилу, естественно. Такой способ активного отдыха, кстати, один из самых популярных. Это для тех, кто летает только из магнитки, только в Шарм-эль-Шейх, а затем плюется, от нечего делать. Конечно, на пятизвездочном крузере, да еще и в каютах люкс, можно было бы на солнечную палубу и не подниматься. Тем более, что представители центра туризма и микрофинансирования жили все три дня в каюте напротив. Но можно и в бассейне проводить время дневное, и загорать, и... И такой отдых рекомендуем круглый год. И зимой, и весной, и летом, и осенью. Отдых, сочетаемый с посещением мест, где культура развивалась ранее, где чем-либо на земле. Кстати, о культуре отдыха. Вам все-таки необходимо хотя бы базовое познание английского языка. Или необходимо понять, что сейчас, еще сидя в Магнитогорске, вы реально сможете сэкономить не 5% от тура, стоимостью пусть и 700 долларов, а долларов 200-300. Вы еще сидите на стуле? Странно. Мы вот зачем компании рабочие и веселые рванули в Египет, когда сами ахаем от кредитов. Именно за этим, и восстановив дружеские связи, и основав новые, скажем, только благодаря моему другу Вахиду Эльширу и его туристическому агентству Джованна Тур, мы сэкономили то, что 100% осталось бы у туроператора. Кстати, туроператор пока этот маршрут-то толком и не освоил, но уже лупит непонятно за что 450 баксов за непонятный крузер. Сейчас в центре туризма и микрофинансирования, по нашим ценам, вы можете повторить наш вояж. Вам нужно только правильно понять, нереальные скидки – это нереальная экономия. Так, по мозгам получили, теперь получаем эмоции от храма в Камомбо. Камомбо – это золотая гора. Название очередного исторического памятника архитектуры и города, соответственно. Ну что ж, вот мы и в Камомбо. Следующая остановка после Асуана. Спускаемся в Неспонину. Тут много чего интересного. Особенно мне понравился собирательный налог. Налоги здесь собирали в зависимости от наполнения Нила. Ну, как у нас. То есть больше урожай – получи по шапке. Самое интересное, для чего я сюда подошел, как собирались эти камни. Не было цемента. Цемент появился, как вы знаете, 200 лет назад. Только вот сюда закладывались деревянные дощечки. Потом они разбухали. Ну и, собственно говоря, скрепляли вот эти замечательные конструкции.